Всех приветствую! Еще один анбоксинг, еще одна интересная новинка. Не уверен, насколько она нова, но я вот только сейчас решился заказать. Ну, вышел уже достаточно давно, уж месяц-два назад. Это фирма MF-8 или MF-8, кому как больше нравится. Куб 62 мм Hexadron Puzzle. Да, но... Нет, не этот, не этот. Где же он? Вот. Это Unicorn. Unicorn. Так. Ну или MF-8, MF-8, 6104 модель. Как мы видим, здесь также имеется Crazy версия. Я его покупать пока не стал. Если понравится это, то задумываюсь о Crazy версии. Ну, давайте посмотрим. Вот он какой. Такие темные наклейки. Вот она. Вылезает с трудом. В коробочке ничего нет. Инструкции нет. Кстати, здесь вот еще какие-то обновочки. Какой-то двойной Axis Cube. Какой-то Curvicopter третья версия. И скьюбикоптер. Какой-то десет. Наверное, что-то интересно. Кстати, если посмотреть на Unicorn, то вот здесь вот так разрезаем. А тут еще и вот так. Наверное, какая-то более продвинутая версия. Ну, подождем, посмотрим. Я с большим упасением обычно покупаю кубики Atom R8, поскольку они славятся своим... Ну, над своеобразным кручением. Не так давно захотелось мне покрутить Баугинию. Перемешал с диким трудом. Начал собирать. И мне это кручение просто добило. Я пока отставил на полочку до лучших времен. Посмотрим, что здесь. Что это? Это кубик 3х3. Кубик 3х3. Вращается как 3х3. Ну, кстати, как, наверное, древние кубы трешечки. Ну, здесь более сложный механизм. Ему простительно. Так вращается достаточно шустро. Цвета такие темноватые, не флюористентные. Ну, или темные. Просто темные цвета. Ну, в чем особенность? То есть, да, можно здесь собирать как трешку. Можно. Сейчас вот я думаю сделать 2Т-ферма. Видите, центр разворачивается. Если разворачивается центр, то уголки вращаться уже не будут. Так. Что-то... Ошибся. Все. Вернули на место. То есть, мы знаем, что 2Т-ферма разворачивают на 180 градусов один центр. Вот он развернулся, но встал в нормальное положение. В чем особенность данного кубика? Вращаются уголки. В чем не все уголки, а только 4. 4 из 8. Вот получается оно вот такой вот красивый. Я сначала, когда увидел это на картинке, подумал, что это что-то вроде мастер-скьюба. Но нет. Это кубик 3х3, у которого вращаются уголки. Тем самым, что мы этим достигаем. Перемешиваются уголки центров и перемешиваются части ребер. Ну, а сами уголки можно разворачивать в интересные положения. Да? Да. Но, примеры, что я уже заметил. Если я сделаю поворот на 90 градусов, то я захочу повернуть этот уголок. А он уже не будет поворачиваться, поскольку здесь нет прорези. Соответственно, чтобы мне иметь возможность повернуть этот уголок, и надо совместить его с такими прорезями. Можно только потом вращать. Так, я уже запутал. Нет. Все хорошо. Это, видимо, добавит некой сложности данному кубику. То есть, если мы, посмотрите, на 180 вращаем, тут все прорези совмещаются. Да. И с этой стороны совмещаются. А стоит повернуть на 90, то уже ни один из этих углов не повернуть. Нужно предпринимать какие-то дополнительные действия, чтобы вот этот центр развернуть. Каким-то способом. Интересно. Мне уже нравится. Вращение достаточно приятное. Будем крутить. Наверное, ради интереса я его сейчас перемешаю. Прямо уже хочется. Хочется пособирать. Чтобы он лучше перемешался, надо, видимо, сначала замешать при помощи уголков, а уж потом как 3 на 3. Сейчас, если мы сделаем хотя бы один поворот, уголки уже вращать не получится. Поэтому сейчас, как следует, покрутим уголки. Движение на 180 сделаем. Любой грани. Все здесь хорошо вращается. Чтобы прям все перемешалось. Прямо не жалеть, чтобы ни одного центра живого не осталось. Ну иначе жить не интересно. Так. Здесь вот еще есть живой центр. Ребра надо тоже разбивать. Разбиваем ребра. Как я уже сказал, если их не разбить сейчас, потом этого уже не получится сделать. Вот, вроде все разрушил. Все, что можно. Ну, как бы вот этот элемент можно считать. Мы как 3 на 3 перемешаем. Вроде да. Ну и мешаем как трешку. Здесь уже без ограничений. При желании можно потом еще помешать. Вот, получилось нечто такое. Форму он не меняет. Совершенно нет. Ну, давайте сейчас посмотрим, что нужно сделать, чтобы совершить вращение какого-нибудь уголка. К примеру, вот здесь вот. Отведем в сторонку. Так. Вот здесь получилось. Ребро не такое стоит. Но ребро можно поменять. Так. Вот. И мы можем вращать. Интересно то, что у нас при вращении вот этого уголка мы никак не заденем элементы, стоящие на этом углу. Да, то есть у нас не получится, как в каком-нибудь... К примеру, Дина Кубе при помощи вращения углов менять элементы между собой. Дина Куб, Рэди Куб, Рэкс Куб, все вот такие вот вращательные головоломки. Здесь вот этот элемент, хотя здесь вот появился, похоже, что его вращать можно, но его вращать нельзя. Здесь все заблокировано. Да, если мы здесь все разблокируем, да, то будет вращаться либо этот уголок, либо этот уголок. То есть, ну, между собой их не перемешивать не получится в любом случае. То есть, вот, чтобы один уголок как-то создать, я вот тут несколько элементов разворачивал и поворачивал. Помешаем еще. Ну, как трешка вращается достаточно терпимо и не раздражается. Я уверен, что он притрется. Мне, честно, понравилось. Приятная головоломка. Абсолютно не жалею, что купил. Вращения вполне адекватные. Посмотрим, насколько тяжело будет его собирать. Пока все нравится. Ну, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.